всем привет сегодня уже отработала и даже кое-что сделала смотрите у меня уже готова голова и тело кошечки это мой платный мастер-класс кошечка глаша единственный мой мастер-класс который у меня есть вот и вот я давно я не вязала этих кошечек поэтому сейчас сделай вязала открыла свой же мастер-класс и вязала кстати серый ернарт очень плохо держит каркас вообще это как-то нитка разъединяется расходится вот даже когда смотришь мастеров каких-то слушать какие-то их там советы мнения ты конечно их воспринимаешь но все-таки нужно на своем же опыте да то есть спустя вот уже какое-то время моего вязания когда я уже как бы ну вижу столько времени то конечно я уже начинаю видеть разбираться поэтому уже чувствую себя немножечко таким каким-то профессионалом слегка вот вообще как бы я веду этот канал для души я не снимаю это просто вот потому что мне надо вот ну просто вот сколько получается я не хочу выкладывать слишком длинные видео мне вот нравится вкладывать минут 20 максимально как-то да поснимала поснимала что там запечатлила что сделала вот но у меня как бы есть работа основная на данный момент и у меня кстати очень часто спрашивают где я работаю я работаю с детками педагогом я провожу на работе реально мало времени ну то есть как бы меня половина дня свободного то есть в основном в обед я уже дома чтобы вы понимали поэтому как бы с обеда до вечера вы знаете можно переделать все и домашние дела и навязать сделать заказы вот я квалифицированный педагог поэтому как бы работаю давно у меня вот такой вот режим поэтому как-то у меня вот все так и получается все я успеваю много времени успеваю уделять своему делу я бы сказала основном потому что говорю как есть начало года новые мысли новые какие-то в голове выстраиваются планы и никогда не ставила я на первое место свою данную работу хотя работаю уже очень много лет вот просто на данный момент у нас нету своих деток и я всегда это всем говорила и буду говорить я слабо вижу себя в образовании имея уже своего ребенка то есть поэтому жизнь покажет жизнь расставится на свои места вот поэтому как она будет я не знаю но как бог даст так и будет как бы дальше там с работой потому что я конечно хотела бы заниматься только своим делом поэтому я столько времени этому уделяю и выхожу на новый уровень чтобы как-то с этого и был заработок и заказы и вообще чтобы как-то раскрутить скажем так свое вот это вот свой бренд вот и этим всем заниматься кстати я отправила заявку на шарон и млын который будет весной я очень жду ответа потому что я надеюсь что все таки до конца января ответ придет возможно даже и раньше я думаю в середине потому что там нужно будет проплачивать участие и готовится готовится мне нужно будет очень сильно я пока не представляю как это все будет ну и честно говоря я и не знаю как у меня будет заказами потому что ну там 14 февраля все это понятно праздники у кого-то какие-то дни рождения рождаются детки заказики прилетает но я говорю как есть у меня не по 50 заказов месяц там дата чтобы я там сидела такая поэтому я думаю что я смогу и подготовиться и это было мое это было мое желание потому что я хочу поехать весной еще раз на шарон и млын он проходит у нас еще и в мае но в мае я не готова ехать вот ну если все нормально заявочка одобряется то я конечно буду готовиться за полтора месяца фактически очень ускоренно потому что в наличии у меня четыре игрушки которые в принципе могут и забрать поэтому я мне придется очень сильно поработать ближайшие ну скажем так два месяца пока еще до полтора если все будут такие я поеду на мой на улице метель но это не помешало мне закупаться посмотрите какой мешок моточков я принесла домой вот отдала денежки 82 рубля 80 копеек на русские деньги вот закупаюсь в этом магазине это недалеко от моего дома про него я уже рассказывала даже показывала вам его на видео сейчас покажу все что купила это основные цвета потому что я начинаю готовиться на млын хотя конечно жду одобрения заявки но все равно начинаю готовить нужно все все делать вот и очень надеюсь что мне конечно же заявочку одобрят очень на это надеюсь поэтому давайте сейчас я все распакою покажу какие купила цвета вот моя небольшая закупочка я закупала основные цвета которые мне нужны будут для всех игрушечек 87 вот это вот прямо . обожает этот оттенок я его использую и для зайчиков и для мишек вот 87 ну вообще во многом и слоник можно связать девочку тоже красиво так далее это конечно же 0 5 вот он это куколки все элементы в игрушке короче самый ходовой оттенок 05 далее вот такая горчичка красивая он тоже очень мой любимый цвет 84 это тигрята это элементы в игрушке куколок да все что угодно не знаю нос пингвину хотя пингвинов я вязать не буду на ярмарку выставку но тем не менее беленький конечно же беленький 62 до 62 он идет более такой плотноватый но кстати хочу я вам сказать что-то с этой ниточкой не то она стала мягче обычно 62 оттенок он такой жесткий как на крахмалиной а это какая-то она мягенькая может быть стали по-другому делать не знаю это конечно же 85 леса люблю этот цвет это у нас 88 жираф сразу вам по цветам конечно же черный без него никак это 53 2 ма . мне сейчас нужно потом вот такой красивый зеленый 82 он мне тоже нужен добавление аксессуаров красота и любимый 71 это мишки так все что угодно мне его достаточно много я из него вязала оленя сейчас на зиму зимой на зимой зимой к новому году вот но я его все равно докупаю постоянно потому что мне он всегда нужен вот такая закупочка пряжи ну все завтра кстати отменила я заказ на белые коробки решила что я белые коробки пока закупать не буду потому что мне осталось достаточно много крафтовых коричневых ну и как бы не хочу немножко пока менять стиль упаковки пока в раздумьях зато заказала коричневые коробочки для куколок с окошком вот ну некоторые позиции конечно я на вальбрисе отменю ну все пошла я кушать потому что уставшая сегодня очень завтра конечно же на работу буду убирать свои ниточки и уже на выходных начинать работать заодно по горячим следам забыла вам показать у меня связалась вот такое платье для кошечки кошечку я еще не доделала мне нужно сделать утяжку оформить все связать лапки но платьишко уже готово такое платьишко заказали для кошечки нужно ниточки убирать я уже делала такое платьишко вязала у меня забрали эту кошечку на млыне и вот девочка увидела эту фотографию в instagram попросила маму именно в таком платье хотя я предлагала ну давай в другом платьице может свяжем ну то есть как бы другой одежде предлагала потому что у меня осталась одежда я думала ну знаете нет ребенок захотел именно в таком же платье с туфельками с бантиком поэтому вот так ну вот милашечка готова кошечка глазечка мой мастер-класс этой кошечки авторский вот такая малышечка я еще не одела вот такая вот красавица такая получается она пузатенькая кругленькая вот такая вот мордочка делается у этой кошечки вот такая милашка здесь такие тапочки я вижу носочки беленькие мастер-классе данном можно связать как в носочках так и без носочек то есть там сложности нету просто грубо говоря если не хотите в носочках то вяжется начиная с серой пряжи такой хвостик у нее здесь еще в мастер-классе эта кошечка представлена в комбинезон чеки которые нужно вязать спицами то есть такое вот разнообразие в том что игрушка вяжется крючком комбинезон спицами вообще я в своей жизни когда начинала вязать я начинала со спицы вязала достаточно много лет спицами спицами я очень хорошо владею никогда в жизни не думала что владею крючок но крючок оказалось овладеть очень легко и мне когда-то говорили мастера что начни вязать крючком ты поймешь как это классно и когда вот я начала вязать крючком я поняла что я больше спицами вязать не хочу но элементы одежды игрушкам я конечно спицы использую для меня это вообще no problem вот и комбинезончик в этом мастер-классе связан спицами поэтому чтобы связать поэтому мк нужны навыки вязания и спицами и крючком вот такая малышка получается но под заказ я ее делаю в том платьице которая вам показывала мне осталось сделать туфельки бантик я вам уже покажу когда ее доделаю доделаю ее уже завтра окончательно одену свежу бантик и туфельки потому что сейчас нужно отдыхать завтра еще один рабочий день и много выходных пишите как вам если вы хотите приобрести данные мк пишите с удовольствием вам отправлю стоимость мастер-класса 250 рублей россии вот ну и по моему там я уже писал не помню 750 или 88 рублей белорусских по моему до 8 белорусских рублей честно путаюсь потому что мастер-классы почему-то у меня в основном вот ну не мастер-класса мастер-класс на эту кошечку меня почему-то в основном покупают из россии переводят денежку а вот у нас как-то не покупали у меня по моему да может быть все время человека 2 и из белоруссии купили мастер-класс в основном из россии покупает вот такая красота красота готова решила вам показать ее на фоне елочки смотрите какая малышка такие румянки здесь в мастер-классе я также показываю описание вот этих вот вышивание точнее этих веснушек у кошечки и в моем мастер-классе по вязание этой кошечки комбинезончик вяжется спицами я уже об этом говорила это платье туфельки бантик это все из платного мастер-класса на зайку не моего у нас наконец таки уже зима выпал снег красота поэтому сейчас нужно успеть доделать зайку покажу вам сейчас что я связала уже комплект одежды для зайчика ну и зайчик уже тоже практически готов кошечка отправиться после выходных домой ну что кошечка моя уже готова как я вам показала и на подходе зайка зайку сейчас делаю тоже уже чуть-чуть осталось вот это зайкина одежда уже успела связать постирать высушить штанишки такие коричневые и белая кофточка с бабочкой заказали мальчика у меня уже был мальчик в такой же одежде и заказали именно в такой же цветовой гамме тоже одеть мальчиком поэтому сейчас свяжу одену обязательно вам покажу уже его готового одетого этого мальчика вот решила вам показать сколько уже сделала работа это за сегодняшнее утро сегодня у нас суббота завтра воскресенье рождество и мне нужно успеть за сегодня закончить но осталось вообще не просто совсем маленькая капелька это связать две лапки верхние две лапки нижние и пришить это все дело ну и хвостик уже готов одежда тоже вот такой вот милашка получается эти зайчиков я обожаю это платный мастер-класс кристина лысовой эти зайчики просто вообще они пользуются огромным спросом как в baby боксиках так и отдельно в основном у меня даже не заказывают этих зайчиков отдельно вот завтра вязать я не буду потому что это самый светлый и один из любимых праздников православных рождество вот в этот праздник я никогда не этого не делаю то есть не вижу вот поэтому всех с наступающим рождеством христовым а я пойду доделаю зайчика и у меня останется сделать после рождества пингвинчика это вот такие самые самые ближайшие заказы ну и пожалуй я начинаю готовиться к масштабному мероприятию вот малышочек готов у нас утречка рождественская сегодня 7 января как раз фотографирую его для инстаграм посмотрите какой милашка получился у нас у меня вот вся одежда постирана высушена хотела делать ему румянки но решила не делать потому что этот зайка для мальчика выпускают вот мальчиком без румянок вот такая вот мордочка аккуратненькая видите если честно я от этих заек вообще обалдею это платный мастер-класс кристину лысовой это самая ходовая игрушечка у меня я даже не так часто их вот выставляю потому что у меня заказывают их именно в одинаковых платьицах в основном ну или по мальчика вот второй раз вот тут мальчик у меня протан был в точно такой же одежде его заказали именно такого же это кофточка она снимается вот здесь пуговка штанишки здесь не хвостик вот штанишки и кофточка связаны спицами это тоже платный мастер-класс кристину лысовой отдельно мастер-класс на комплект и одежды вот разве не милота прелесть вообще я очень люблю этих зайчиков зайчик мальчик получился такой к рождеству сейчас хочу закончить данное видео показать вам еще кое-что что я связала сегодня у меня отдых вот сразу же была в церкви как можно не съесть рождественский праздник вот посмотрите но я обалдею балдею балдею вот хочу просто смонтировать видео и выложить у меня впереди еще целых три выходных я отдыхаю вот поэтому сегодня я отдыхаю буду завтра послезавтра и после послезавтра работать вот давайте вам покажу что я еще связала этот малыш завтра поедет домой вот связала уже для пингвинчика шапочку все пимпончик пришила заказалище пингвиненка мне нужно тоже его доделать за завтра и шарфик сделала вот комплектик такой готов поэтому вот такая красота хочу уже закончить данное видео всех поздравить с рождеством пожелать вам здоровья благополучия ваших семьях и пускай все будет у всех у нас хорошо вот а завтра я пойду на вальберис у меня там приехала столько посылок я большую половину забирать не буду вот потому что там просто вообще я заказала наверное все подряд это наверное единичный случай когда я столько делаю заказов я реально понимаю в процессе уже заказывания что я многое брать не буду сразу заказываю на бум вот просто я там передумала с коробками еще там будут менять наклеечки вот я уже готовлюсь просто на малым как я говорила что я подала заявку я верю что мне ее одобрят я очень жду одобрения вот но как бы в любом случае в пути лица нужно готовиться потому что вязать нужно очень много и я уже определилась что я буду вязать уже сделала закупку показала вам в этом видео вот поэтому я все сейчас завтра доделала пингвиненка и начинаю готовиться к млыну вот работы много много но это классно вот так за окном у нас зима мороз минус сказали даже 25 будет вот поэтому как то так ну все всем всего хорошего спасибо за просмотр всем пока